Да, вот это было интересное время. Мы делали программу телевизионную с Олегом Гапоновым на 38 канале. Правда, Олега хватило на одну программу, потом он убежал, что-то ему не понравилось. Потом он стал ее делать с Пименовым, но все-таки в этом. Была возможность снимать клипы, делать авторские программы. Собственно говоря, я это потом делал на 38 канале, программу Ураган 38. Уже сам, как режиссер, телеведущий, журналисты, все, блядь, приезжал на машине, привозил свой задник ТНМ, что хотел там вешал. И там работал замечательный Олег Михайлович Курилов, оператор, с которым мы еще работали на телевидении еще в 70-е годы. Его сын, тоже очень хороший парень, там уже современный такой, врубающийся там, компьютерные все дела. Мы сняли клип на Бейрут-19. Очень кайфовый клип, мы его снимали на каких-то дровах, потом я это все смешал. Змея и кошка он называется. А, собственно говоря, почему мне все стали задавать идиотский вопрос, почему типа там Восток у тебя появился. Был такой период шизы, очередная перестановка в команде, пришел очень хороший скрипач, Антон, по-моему, да? Никитин. Никитин, да. Он скрипач и еще он там на какой-то духовой байде играл, я уже не помню. Потом еще, и вот это все сразу на меня как-то обрушилось. Новые музыканты, новые представления, новые какие-то приколы. Мы записали полночное масло дома на квартире, инструментальный, исключительно длиннючий фриджазовый альбом. Понатыкали туда всего-всего, дудок, скрипок. То есть мы захотели экспериментировать. Я начал экспериментировать с текстами по той причине, что у меня были музыканты того уровня, кроме Димы Христианова. У меня не было музыкантов, которые могли тянуть ту музыку, которую я действительно работаю, делал в ТНН, в Дни и Вечери. Там очень сильные музыканты были. И с Димой, собственно говоря, у нас тоже были периоды, когда были сильные. Был Потапов, Царство Небесное, была музыка с русскими текстами, со всеми делами. А тут вот такой, какой-то такой кусок, когда нет хорошего барабанщика, когда я не могу сыграть нормально там, сыграть. Ну, кстати, с Потаповым играли уже в этот момент, мы начали играть с Потаповым. Но у нас было шизам, мы хотели делать импровизацию. То есть такая, курюхинчина. Вот понесло у Васил. Выпили самогона, вышли и посидел, а поет на японском языке. Или на арабском, на турецком, на венгерском, на чешском. А как он угодно. На всех языках, которые я нихуя не знаю. Вынимаешь? А в газетах пишут, он поет на многих языках. Это там, гитара воет, через процессоры, через какие-то там педали чудовищные, дилеи, там, октаверы. Это был жуткий эксперимент. Мы, тут Дима Христианов на каком-то безумном, там, самом дешевом компьютере, там, 286-й, там, какой-то. Нет, ну дешевых тогда не было. Да были, о чем-то. Бейерут, знаешь, на чем записан? Нет, ну это сейчас нам дешевые, тогда же компьютеров вообще не было. Ну, Дима же с компьютерами работал всю жизнь. Понимаешь, он как раз уже занимался рекламным бизнесом, там, всей этой хренотенью. И у него там какая-то была дурацкая программа, он сел, написал кучу музыки сумасшедшей, вот инструментальной. И принес мне ее, показал. А я тут пришел в дикое возбуждение, говорю, вот давай сейчас все это в магнитофон вот сюда перегоним, сверху наложим. Сделали наложение. Быстро, с одного дубля, мы записали вот это. Короче, там я спел непонятно что. Я сам кручу ручки, одновременно играю на двух гитарах. Тут синтезатор лежит. Здесь, значит, вот это Димана Мандува играет. Берут 19, почему? Я написал сказку Берут 19. Я все это к яйцам притянул. Ну, это вот приплели да и приплели. Берут 19, это такая сказка у меня там, одна из ранних. Ну, такая сказка для взрослых людей. И мы ее как бы вот притянули там. Дима нарисовал какие-то там мышей, какие-то картинки там. И вот что-то захотелось, но и у нас... Ну, крыса это не нарисованная. Ну, стянутая, с интернетом. Где-то там, я не с интернетом. Ну, почему это? А, это разве не фильмы крысы? Да, может, это фильмы, но я думаешь, я помню. Фима Мусаилова. Это фотография, значит, фотография Фиминого, это пика, пика, да. Но ты помнишь. А я нет, я не помню. И вот, а мы с Димой еще начали херочить дома, там, на Чкаловском, у меня в этой комнате безумной спальне, где была студия чудовищная, там, там только инструменты так всегда жили, там, и больше, там, ты иногда приходил, там, и кот приходил, пописать на педали. Джазик, там, такой пушистый, мог прийти и пописать на педали, потому что он просил кошку, а тут папа играет, блядь, какую-то восточную музыку арабскую, понимаешь? И персидский котик кошечку хочет, понимаешь? Такие были моменты. Он мне один раз процессор обоссал, я уже не знал, выбросить его или отмыть невозможно было. И вот начали мы играть вот эту волшебную заграничную музыку. Мы даже во дворце спорта играли, это было вообще чудовищное безумие. У нас был концерт с группой, по-моему, Черный Кофе, привез Малюта. И на разогрев поставили почему-то нас и группу, группу, металюжную группу, в которой тоже Потапов играл и с нами, и с ними. Забыл, как она называлась, но какая-то очень металюжная группа, фамилию, правда, забыл. Ну, и они такой трэш там играли, чудовищный, естественно, там, с таким вот голосом. А тут на разогреве выходит ТНН и начинает петь на японском языке. И там этот ростовский народ, он просто охуел. Они просто вообще не поняли, кто их разводит, понимаешь? У нас были несколько таких экспериментальных концертов, когда мы просто баловались. А поскольку я и Дима, мы слушали очень много вот этой восточной музыки, я особенно Диме подкидывал вечно какие-то там безумные такие проекты замороченные, хрен знает, там, с Востоком. И я даже с трудом сейчас вспоминаю, я же еще этническую музыку там всевозможную услышал, очень много, как бы, там, эзотерическую, так сказать, музыку. И оттуда вот, ну, вышатывалось, вот это вот только поэт. А потом я как бы, ну, от Востока, для меня там такие страны там арабские там, как... Не во многих я был там, скажем, в Эмиратах и в Турции, и... И в кавказских наших там каких-то странах. На меня всегда влияла эта культура. Потом тяга к их инструментам. Очень сильная, большая тяга к их инструментам. Когда у меня появится определенное количество денег, я буду просто скупать эти инструменты. Я даже название им там часто не знаю. Но буду покупать, покупать, покупать. И использовать это. Не знаю, это, наверное, в крови, потому что я же говорю, мы все из Хазарского Гаганата. Выплювки такие. С одной стороны на нас Запад повлиял, а с другой стороны на нас, как... Как на Джимми Пейджа, на меня повлияла там Индия, Марокко. Почему берут 19?